Игорь Иванович, на недавней пресс-конференции Вы сказали, что во время Вашего участия в событиях в Новороссии, в частности в ДНР, Вы пересмотрели свои ценности и взгляды на жизнь. Вы можете поподробнее об этом рассказать? Я не могу сказать, что я пересмотрел свои ценности и взгляды на жизнь, но они подверглись определенной корректировке. То есть речь идет не о том, что я, допустим, стал жестоким извергом или наоборот гуманитарием, человеком, который в стиле толстого всепрощайщика. Просто акценты заключаются в том, что я понял, насколько тяжела работа крупного руководителя. Поэтому, когда я говорил о нашем президенте, я понял, насколько тяжелый груз сейчас на нем лежит по управлению. То есть если до того, повторяю, мне приходилось руководить группами, ну, там, 80 человек, 100 человек максимум, то когда руководишь тысячами, отвечаешь за миллионные регионы, все оценивается совершенно по-другому. Многие психологи говорят, что люди, вернувшись из горячих точек, иногда хотят вернуться назад. Вам хочется вернуться туда? Ну, собственно говоря, я всегда возвращался назад. Это моя была пятая военная кампания. Естественно, что я всегда хотел вернуться по одной простой причине, потому что нигде на войне так ярко не проявляются как лучшие, так и худшие человеческие стороны. Там сразу видно, кто есть кто. Кто мерзавец и подлец, а кто честный, хороший, добрый человек. И на передовой находятся самые лучшие люди, на самом деле. Или люди, которые в любом случае, в них проявляются самые лучшие их черты. То чувство боевого товарищества, которое возникает на войне, оно ничем не заменяется. Как думаете, а почему так происходит? Что с человеком? Что в нем линеется? Ну, угроза смерти непосредственно, собственно говоря. Угроза смерти, она висит над каждым, кто сражается, и заставляет его каждый день принимать решения судьбоносные и для себя, и для окружающих. И степень ответственности перед собой и перед людьми настолько высока, что и требует от людей напряжения самых лучших черт их характера. Чем конфликт в Новороссии отличается от других горячих точек, в которых вы плывете? Размахом. Размахом. Когда мы с присутствующим здесь на конференции прапором под Ямполем попали под артподготовку украинской стороны, и находясь под этой артподготовкой, я просто понял, что я, в общем-то, еще и никогда не воевал до этого. Такой был размах боевых действий, настолько была она плотная, настолько... Ну, для меня, как человек, который до этого принимал участие в партизанских и антипартизанских операциях, для меня это было совершенно новым все. То есть, действительно, очень жестокая, полномасштабная война. Можно сказать, что война в Новороссии – это прокси-война, когда идет война чужими руками? Это термин, введенный западными экспертами. Англосаксы всегда воюют чужими руками. Это их фирменный знак, начиная с нового времени, начиная с позднего Средневековья. Собрать наемников, а еще лучше столкнуть лбами, скажем так, соседей, это их ради достижения своих целей. Так они воевали и с Наполеоном, так они воевали и с Гитлером, так они воевали практически весь классический период своей истории. Даже можно вспомнить, что даже прообраз Соединенных Штатов и Британская империя воевала с теми же Соединенными Штатами, в основном, руками наемников. Игорь Иванович, Вы начали заниматься большой общественной деятельностью, безусловно, оказались под сильным давлением. Что сложнее, быть на фронте или здесь? Если честно, то, конечно, на фронте мне было сложнее, потому что, повторяю, ответственность была колоссальная. То есть, каждая моя ошибка могла привести к фатальным последствиям, особенно, когда все колебалось на волоске в июле, в августе или в Славянске, в конце осады. Поэтому там было, конечно, мне было тяжелее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...